Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Собеседник проведу» и я, Ариза Батырова. И сегодня, в этот праздничный воскресный день, мне очень бы хотелось, чтобы многие отложили свои дела и поудобнее устроились перед экранами телевизоров, потому что встреча, беседа которую я сейчас вам буду представлять, она будет точно небезынтересна очень многим жителям нашей республики. И я немножко поинтригую. Я хочу небольшую преамбулу, прежде чем я представлю нашего гостя. Хореографическое искусство и умение красиво танцевать в нашей южной горячей полной страсте республиками занимает особое место и вызывает особенный интерес и стремление и любовь. И этому желание воплотить это, научиться этому, есть у многих наших дагестанцев. Да, мы все это прекрасно знаем и даже по сегодняшнему дню. И потому профессионалы, хореографы, учителя, мэтры, они в особенной части. И к ним записываются даже и в очередь, и ходят по очереди на учебу к ним поколениями, то есть из поколения в поколение семью. Я продолжаю интриговать и говорю, что сегодняшний вот наш праздничный воскресный день, он не только как бы всероссийский праздник, но он еще и особенная юбилейная дата. Дата, которая, думаю, важна для всего нашего Дагестана. Потому что я с огромным удовольствием хочу представить вам, ну я не знаю, наверное, всеобщего любимца. Любимца, я позволю себе даже немножко так на коротке сказать, ну а сейчас уже со всеми регалиями. Директора, художественного руководителя, муниципального центра, хореографического искусства, заслуженного ансамбля танца виртуоза Дагестана «Счастливое детство», заслуженного деятеля искусств Дагестана, отличника народного образования Российской Федерации Шалуми Матаева. Я приветствую вас. Спасибо. Сегодня, Шалуми Самуилович, ваш юбилей. И так замечательно сложились обстоятельства, что у нас есть возможность с вами поговорить сегодня в режиме нашего эфира. От всей души, от всей нашей телекомпании РГВК. Я думаю, что очень большое количество дагестанцев присоединится сейчас ко мне, находясь по ту сторону экрана. Мы поздравляем вас. Поздравляем и признаемся, расписываемся нашей любви и огромном уважении к вам лично и ко всему тому огромному, доброму, созидательному, что вы творите уже многие годы в Дагестане. И самое главное, вы делаете наш мир красивее. Это безусловно. Потому что ваш ансамбль и ваши учащиеся, и ваши выпускники, они на самом деле приносят в этот мир после учебы у вас другое понимание жизни и по-настоящему красивый жест и движение. Спасибо. Действительно, ваши слова близко к истине. И я сразу хотел бы сказать о том, что если юноша или девушка умеет танцевать, словами Фазо Гонзатовны, когда девушка танцует, она ярче выглядит своей красотой и добротой. Так же можно сказать и о мужчине. Да, безусловно. Юноша и мужчина, девушка, женщина, если они умеют танцевать, они намного добрее и намного красивее. То есть здесь еще особый секрет раскрытия характера, но у вас просто волшебные ключи на самом деле. И на самом деле мы здесь, в республике, мы очень любим танец, мы очень любим искусство хореографическое, просто танец. И любуемся всегда. И если на площадках наших свадебных вечеринках, прекрасно танцуют пары, любуемся. Еще очень часто бывает слышно, это уже из нашего, из местного, ученик учился у Шалумин Самуиловича, ансамбль «Счастливое детство», когда видишь особенную какую-то ритмику. Узнаем почерк, узнаем почерк мастера. Как у вас, у самого Шалуми Самуиловича, как это все начиналось? Как к вам, вашу семью пришла любовь к танцу? Когда-то еще с самых, по-моему, ранних лет. Видимо, это было божьей подсказкой. Дело в том, что, несмотря на то, что мой отец был юристом, мать была домохозяйкой, и тем не менее они безумно любили искусство. Мать любила петь, отец любил танцевать. Мой отец даже был режиссером Татского театра в городе Моздоке, это в 30-х годах. Вот как! Гены и мамы, и папы, и моему брату, и моим сестрам, и мне передались. И вот я не скажу, что это случайно. Ну, с одной стороны, божий дар, а с другой стороны, гены, родители, любовь, хореографии, естественно, и мама, и папа провели мне. А еще было очень такое способство, что я жил во дворе, где сходил с окнами дома пионеров, где каждый день звучала музыка, барабан. И вот как мне можно было пройти мимо... Умочайшее погружение получается. Это здесь, в Махачкале? Здесь, в Махачкале, бывшая улица Ленина, даже бывшая улица Ленина, она назвалась Комсомольской, где сейчас гостиница Ленинград. Вот оно что, вот это да, да. Мой дом и дворец пионеров имел почти один двор. И вы просто были обречены, получается, как всеми обстоятельствами, на то, чтобы ваша жизнь так или иначе, как говорится, она столкнулась с искусством, сплелась, и в этом мире вы оказались полностью. С пятилетнего возраста. Ох, ну просто боевое крещение совершенно ради. Мне было буквально пять лет, когда я столкнулся, когда я сошел, как говорится, вышел из кольца дома и вошел в дом пионеров. Вот оно что. Значит, это буквально еще... Вы еще не учились в школе, но вы уже танцевали. Да. Так что тогда, да, действительно, стаж огромный получается. Скажите, какие они самые годы учебы, становления? Понятно, что, конечно, школа, там учеба, она другая. Да, кстати, такой вопрос. А родители вообще при всей любви к искусстве, вот на ваш выбор как-то пытались вас сгруппировать? Ну, например, папа, он юрист, он пытался вас сориентировать в другую сторону, когда четко стало видно, что танец захватывает вас полностью. Нет, желание было. Желание было у отца, конечно. Каждый отец хочет, чтобы его дети были наследниками, но не было никакой насилии. А, не было ничего. Никакой не было насилия. Две мои сестры получили музыкальное образование. Мы, два брата, Иосиф и я, мы получили хорографическое образование. Их неблагословение было и никакого насилия. Ну, это замечательно, это прекрасно, это только говорит о том, какие гармоничные, какие прекрасные отношения были в семье. Скажите о том, вот вы учились, вы учились танцу, ну, просто, как говорится, с самых таких ранних лет. Какие самые яркие воспоминания? Что вот осталось вот из ваших или выступлений, или же именно из работы наставников с вами, что-то такое вот? Наставник, действительно наставник, учитель. Второй отец духовный, это мой учитель, патриарх детской хореографии Казима Басовича Манафуф. Имя, безусловно, уважаемые дагестанцы, известное всей республики. И я думаю, что, и почти уверена, что за экранами телевизоров могут и его ученики оказаться. И для меня это имя по сегодняшний день самое святое. В этом имени я всегда вижу свое детство, свою юность. И вот этот зрелый возраст мой, я всегда связываюсь с его именем. Учитель, миолим. Это говорит о том, что, вы знаете, он мне дорогу определил. Он мне не дал свернуть с этой дороги его доброта, его откровенность, его любовь к танцу и детям. Вот он, направив меня и передал, как говорится, частицу своего сердца, ума, разума, творчества, свое наследие. Частично, таких, как у него было много. Но настолько он был богат, что он, раздавая свое сердце своим воспитанникам, в том числе и мне, у него сердце не скончалось. Его хватало. Его хватало на всех. Ну, я не скажу, миллионная армия, но сотни тысяч детей успели у него получить первые уроки жизни. Да, действительно, он личность потрясающая была. И, конечно, вот знаковая также для Дагестана. Скажите, пожалуйста, вот во всей этом массе вот этих черт потрясающих, необходимых для руководителя такого уровня хореографа, каков его был профессиональный почерк, как он работал с детьми, вот как он выстраивал, вот дети, вот они пришли, они разношерстные, они всякие. Что сделало это потом ансамблем? Вы знаете, я могу сказать, что у него не было такого актерского мастерства, чтобы как-то представить себя в каком-то амплуа, в каком-то плане. Нет, он никогда не рисовался. Он был таким, каким он нам и был нужен. Самое главное, самое главное, он уже, учитывая наш возраст, учитывая наш возраст, он дал нам знать, что он ненавидит ложь, что он ненавидит извращение какого-то движения, каких-то слов, каких-то поведений. Он был всегда откровенен. И для нас это была икона, на которую мы молились и которому мы хотели подражать. То есть мощнейшие нравственные уроки. Да. Вот его сила, вот его богатство, которое он передавал нам. И вот это нам, не только мне, не такого его отченька, который бы с таким восторгом, о чём говорю я, не был бы со мной согласен. Да, и я, безусловно, я уверена, что это именно так. И так вы получили базу. Вам можно, ну, спокойно, можно сказать, повезло. Вот говорят так, повезло. Потому что учитель, он определяющий, да, в становлении. И тут попали вы, многие из его учеников, они попали к нему, и они получили действительно мастер-класс, как говорится, который они подхватили и понесли по жизни. Конечно, не каждый выбрал этот путь, сложнейший путь. Могу сказать с великим удовольствием, что вторая школа у меня была, это ансамбль Лизгинка. Тамхой Израилов создал профессиональный ансамбль танца. Это был первый на Северном Кавказе и даже на Кавказе. Первый ансамбль танца родился в Тбилиси имени Сухашвили. Второй ансамбль танца родился в Дагестане. Буквально рядышком. Да, тамху Израилов. И вот я на дистанции, я на расстоянии. Я сам-то работал в ансамбле песни-танце юношем. Рост у меня был маленький, как и сейчас. И мне в Лизгинку дороги не было. Но на дистанции я учился и от самого танха Израилова, и от программы Лизгинки. Так что для меня это вторая святая школа. Да, безусловно, это имя тоже и легендарное уже, и культовое для нашего Дагестана танхой Израилов. Это действительно основатель. Да, и конечно, ни в коем случае нельзя забывать о московской школе, институт культуры, хорографическое отделение. Для меня это тоже святыня. Ибо я, мне посчастливилось, я благодарю свою судьбу, что у меня были такие педагоги, которые, можно я пошучу? Из телеграфного столба могли сделать хорограф и специалиста. Да вы что? Ну волшебник просто. Это Раиса Стручкова, это Захаров, который поставил Бахчицаревский фонтан. Это Настюков Георгий Арсентьевич. Эта московская школа для меня, мне дала, ну все, что есть у меня на сегодняшний день. Высочайшие профессионалы. Да. И вы знаете, в этих педагогах я тоже видел неподкупность, искренность и большой талант передать. Я же вам говорю, что даже случайный студент попал бы на это отделение, который не имеет никакого дара искусству хорографии, он стал бы обязательно большим специалистом. Невероятный мощный профессиональный. Вот, это московская школа, это институт, сейчас он называется университет искусств. Это, конечно, огромное везение. И я вот слушаю вас и просто от души, ну, зависть нет, радуюсь за то, что последовательно, то есть из рук в руки получается, да, вот именно преподаватели, педагоги, учителя, они были такого высочайшего класса, что там вообще сплоховать никак нельзя было. То есть вы были обречены, имея такой талант, имея дарование, имея страсть и желание это делать, еще имея такую школу, это, конечно, великолепный фундамент для дальнейшего уже профессионального становления, получается так. Вы знаете, я помню прекрасные слова моего педагога Настюкова Георгия Арсентьевича. Он всегда говорил нам, дети мои, я не хочу из вас сделать сантехников или космонавтов, я из вас хочу сделать хореографами, режиссеры, педагоги, танцовщики, кто бы из вас не стал бы, я хочу из вас сделать специалистами по хореографии. Вот это на нас очень сильно влияло. Да, безусловно, и, конечно, и вдохновляло, и собирало очень. Скажите, вот там, в стенах этого высшего учебного заведения, вы занимались, вот национальный танец вы постигали, да, вот конкретный кавказский, дагестанский танец, там он каким-то образом преподавался, он строился, и это была часть какая-то. Как туда вплетался вот именно характер кавказского танца? Насколько этому уделялось внимание тогда? Институт, педагоги на меня повлияли на формирование профессионального танца. То есть фольклор-то он мой родной, дагестанский фольклор, постановка танца, в основном-то я учился на отделении режиссера балета. И вот мы там проходили вот эту прекрасную школу, грамотно выстроить народно-сценический танец, народно-сценическую постановку. Обогащало нас лексикой, то есть я знал несколько движений, то участь в этом институте, на этом отделении, я мог уже сам как фольклорист придумывать движения и формировать их в профессиональном сценическом облике. Вот таким образом. Значит, вот они давали ту основу, от которой потом развивалось. Актерское мастерство, музыкальная грамотность, сценическая дисциплина и даже, так в шутку говорили наши педагоги, хореографическая математика. Вы представляете, в одном танце, в одном танце, в среднем не менее 300-400 тактов. А каждое движение имеет свои такты. Первое движение 8 тактов, вторая композиция или там, скажем, 32 такта. И вот вы представляете, как это сложно вот сейчас хореографам и самим исполнителям соблюдать вот эту хореографическую математику. Да, и это невероятно сложно. То есть, насколько должны быть четко структурированы тоже мозги, я не говорю уже о самих профессионалах, режиссёрах, но и исполнителях тоже, чтобы всю эту грамоту постичь и запомнить. Моя мама говорила, ой, а я смотрю, вы танцуете. Я тоже думаю, а как вы всё это запоминаете? Попоминаете. Действительно. Вот вы как бы предварили мой вопрос, и сейчас он сам расшифровывается. Скажите, вот эта вот память тела, что это такое? Это если есть только божий дар, ну, вы уже сказали, что профессионал, педагог может научить кого угодно. Или действительно надо вырабатывать какую-то совершенно невероятную вот эту зрительную или какую память, чтобы уметь повторять и синхронизироваться в огромном ансамбле-коллективе. Как это вообще? Что включается? Это, прежде всего, конечно, навык. Во-вторых, отработка. Ну, я вам скажу, как человек увеличивает свой вес. Питание, там, скажем, спокойная жизнь, всё. Вот в этом отношении, в хореографии мы впитываем в себе вес. То есть, занимаясь, анализируя, постигая все законы хореографической драматургии, музыкальной драматургии, мы получаем большой навык. То есть, опыт, опыт трудолюбия, опыт, безусловно. Ну, а вот есть такой момент, то есть, может, вы, когда отбираете учеников, смотрите, то есть, вот умение синхронно работать, вот бывает, кому-то не дано. Может это быть уже органически или по физиологическим данным. Вот этот ребёнок не может танцевать вообще. Этот может. Вот так вот, по каким-то моментам. Может быть, нет природной синхронности движения? Конечно, вот в нашем ансамбле мы имеем привилегии к детям более одарённым. Почему? Потому что мы муниципальный ансамбль, мы бесплатное учебное заведение. И вот представьте себе, в прошлом сентябре мы делали новый набор. Пришло 480 детей. А нам, к сожалению, по размеру класса, по времени, у нас нет возможности принять больше, чем 100 детей. Где 480, где 100. И плюс бесплатное учебное заведение. Мы у родителей деньги за учёбу не берём. Значит, мы вынуждены, вынуждены делать конкурс. Но. И вот здесь фильтры включаются, да? Да. Но неталантливых детей не бывает. А вот. Можно научить любого ребёнка танцевать. И вот даже мы, когда набираем детей к нам в ансамбль, у нас ещё впоследствии экзамены на проход в ансамбль. Но мы говорим родителям на общих собраниях, на открытых уроках, научите ребёнка танцевать. Мы обезуемся. Мы даём гарантию. Для папы, для мамы. Не обязательно, допустим, в ансамбль. Для папы, для мамы, для общества, для внутреннего состояния. Мы обязательно этих детей научим. То есть, понятно, научиться танцевать можно. И каждый может. И даже не поздно. Да. В любые времена. В любые. Да, но судя по сегодняшнему дню и увлечённости танцев для всех возрастов, везде слышишь, что кто-то ходит в маленькие клубы, большие и так далее. А оказывается, да, на самом деле, видимо, это желание двигаться красиво, оно, как говорят, любви все возрасты покорны. Абсолютно правильно. Можно переговорить, любви к танцу тоже покорны все возрасты. Вот о возрасте. Шаломий Самуилович, вы профессионал, режиссёр, постановщик, хореографических больших действий. То есть, специалист очень широкого профиля. Почему дети стали определяющими в вашей судьбе? Как так сложилось, что вы стали работать и уже столько лет работаете с ансамблем детским? Не затянули, понятно, да, профессиональные взрослые ансамбли? Я уже говорил об этом, мне задавали такие вопросы, но не так широко, как вы сейчас задали. Я вам отвечу откровенно. В мыслях у меня этого не было. У меня были большие такие планы. Я окончил институт, у меня есть профессиональный стаж. И я чуть ли не вторую лезвинку создать и всё. И у меня были много приглашений. И по республике, и по другим регионам были приглашения. Но я хотел приехать именно домой, именно в Маршкалу, именно в Дагестан. А приехав, вы знаете, я учетился у того порога, где всё было разобрано. То есть, все были на своих местах. В ансамбле песни и танцы всё было занято. Лезгинька всё было занято. Честно сказать, на преподавательскую деятельность меня особо не влекло. Но когда мой учитель, я его являюсь наследником, когда он мне сказал, ну что ты, Шалуми, тебя ж приглашает. И в Туркмении меня приглашали. И в Карачае-Черкесии, где я проходил дипломную практику. Мне уже давали ключи от дома, чтобы я остался художественным руководителем ансамбля «Домбай». Тимиразийской академии я преподавал 4 года и ввёл ансамбль «Дружба». И там у меня были перспективы. Но мне выезжать не хотелось. И тогда он мне сказал, давай продолжай моё дело. Вы знаете, всю ночь я об этом думал. И наутро я сказал, это моя дорога. Вот так. Однажды единожды было принято это решение. Да. И на сегодняшний день я благодарен его предложению. Я благодарен его искренности, моего учителя. И благодарен судьбе, что я не нашёл другой дороги. Это замечательно. Я думаю, что всем поколениям детей нашего Дагестана очень повезло. Потому что многие из них, проходя через ансамбль «Счастливое детство», обретали эту новую радость жизни. Потому что через красоту движений на самом деле это обретается. Мы любовались всегда во все годы вашими показательными выступлениями, вашими программами. Потому что помню во все времена, и помню это огромное желание научиться танцевать так, как танцуют в счастливом детстве. Может быть, немножко не по существу. Я хотел бы сказать о том, что Дагестан – это танцующий народ. Танец – это прелесть. «Будь моя воля, я на каждом квартале строил бы школы искусств по хореографии». И вот таких специалистов, ну я не о себе говорю, я говорю о своих коллегах, как, допустим, о художественном руководителе ансамбле «Ватан» Магомед Али, а в ансамбле «Асса» Хамдулаев Алярабиевич. И вот эти педагоги, эти педагоги и сами были бы счастливы. И детей было бы больше танцующих, пусть непрофессионально. Но, почему я говорю, потому что танец – это всё вберет в себя. Искусство, спорт, математику, грамматику. Даже человек, который умеет танцевать, у него другая лексика, у него другой разговор, у него другой подход, у него жизнь другой. Вот я был бы счастлив на каждом квартале. – Замечательное предложение. На самом деле, это может быть ещё альтернативной национальной идеей для Дагестана. Ведь люди же, сейчас поиски есть у всех, национальная идея. Вы сказали, всё, что вбирает в себя танец, это может быть действительно неким символом. Для нас так и есть. Пусть хотелось бы действительно, чтобы вот эта увлечённость танцев нашла вот эти свои площадки, потому что люди действительно хотят танцевать. Так пусть будет, может быть, от этого и жизнь действительно наша начнёт меняться. Не знаю, громко ли будет сказано мною, но я вот был в общественной палате. И я немножко себя ругаю, что я до конца не довёл вот именно вот этот вопрос. В школьном образовании есть рисование, это профилирующий предмет. Есть пение, профилирующий предмет, есть физкультура. А почему нету танца? Совершенно с вами согласна. Очень серьёзный вопрос. До сегодняшнего дня мне не даёт покоя. А почему танца нету? Никто не говорит, что в школе можно научить профессионально танцевать. Но о том, о чём мы сейчас с вами говорили, о тех прелестях, жестах, разговорах, поведения, вот это как раз в школе и можно получить. Это ещё и вопрос общей культуры, о которой мы так беспокоимся. Потому что человек, умеющий ходить с выправкой танцора и умеющий двигаться, он очень многое уже себе не позволит. Вы совершенно правильно говорите, что волей-неволей появляются нравственные барьеры, которые сами по себе вырастают, потому что они уже внутри мира искусства и в мире танца. – Шаломи Самуилович, удивительным образом проносится время беседы. У меня ещё десятки вопросов, которые бы я хотела задать. Но уже на сегодняшний момент вы сказали такие важные вещи. И сейчас мы уже к завершению подводим наш разговор. И, уважаемые телезрители, у меня остаётся буквально какие-то минуты, и они ваши. Шаломи Самуилович, продолжая всё то, что вы сейчас сказали, ваше обращение к огромной нашей многомиллионной дагестанской аудитории, большая часть которых обожают ваш ансамбль, ваше творчество, вас. Несколько слов. – Я всеми фибрами своего тела, душой и сердцем, я был дагестанец, я есть дагестанец, и я всегда стану дагестанцем. Я, может быть, это нескромно будет сказано, я очень люблю себя. И свой дагестан, мир чистого неба. Это такие нужные нам необходимые условия. И чтобы мы были добрее. Хотя мы и добрые, но ещё добрее. И есть такое изречение. Чем больше мы себя отдаём детям, тем больше мы приобретаем самих себя. Чем мы больше будем добрее и в любви, и в работе, и во дружеских отношениях, тем больше мы будем опять-таки приобретать самих себя. – Да, здесь работает тот вечный закон, вечная истина. Да воздастся за добро творящее. Это прекрасно, это великолепные слова. На этом наша беседа, на сегодняшний день, замечательный день, день вашего юбилея. А Шелуми Самуилович подходит к концу. Уважаемые телезрители, но мы завершаем не просто обычным прощанием, как мы это делаем. Наша программа «Собеседник» имеет некое очень интересное музыкальное продолжение. Всё то, что, мне кажется, осталось за, может быть, пределами нашей беседы, вот в том маленьком, небольшом фильме, 9-минутном, который сейчас мы сразу же после нашей программы представим, я думаю, будут досказаны. Потому что там музыка, те слова, которые звучат там, и весь видеоряд, который вы увидите, уважаемые телезрители, они о многом говорят и многое ещё приоткроют. А на сегодняшний день с вами беседу завершаю. Я говорю вам огромное спасибо. – Вам спасибо. – Спасибо от всего Дагестана за то созидательное, великолепное дело, которое вы творите многие-многие годы. И продолжение этого, продолжение бесконечных вдохновений. – Я добавлю два слова. Всевышний над нами и Дагестан с нами. – Ой, замечательно. К этому больше уже ничего не добавишь. – Спасибо. – Спасибо.